Всем привет! Сегодня солим рыбу. Все знают, что в магазине рыба вкусная и покупают ее там, но дома всегда вкуснее. Я вам расскажу базовый способ засолки рыбы. Для примера я взял небольшую речную форель, голову я уже у нее отрезал. Я думаю, что никого не нужно учить, как отрезать голову у форели. В Сибири вообще все разделывают рыбу, ну то есть филе не снимают, а вот так вот кусками режут, потому что есть определенный смак обсасывать косточки, когда рыба просолилась. Я решил, что все-таки покажу вам систему разделки рыбы на маленькой форели. Смотрите, нужно взять, во-первых, нож гибкий, но не очень большой. Обычно рыбные филейные ножи огромные, для маленькой рыбы это не очень удобно, потому что у вас будет большой рычаг. Кладем форель без головы к себе животом, большим пальцем придерживаем брюхо, а этими четырьмя пальцами ножом начинаем прорезать ребра. Но таким образом, чтобы мы двигались по позвонку, тут поглядываем. Смотрите, что происходит. Мой нож движется по хребту. Видите, никуда не переходит. Сам хребет мы не режем, соответственно, в мясо не уходим. Ребра остаются у нас на вот этой части филе. Соответственно, продолжаем то же самое. Здесь придерживаем, следим, чтобы у нас не пострадал большой палец. Двигаем, 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 двигаем. К хвосту срезаем филе. Филе готово. Ровненькое, красивое филе. Дальше. Мы никуда рыбу не переворачиваем, ни хвостом, ни боком, ни эдак, ни так. Мы делаем то же самое, только начинаем срезать сам хребет. Для удобства лучше подтянуть рыбу к краю стола, для того, чтобы рука с ножом у вас была не на доске, доска не мешала, а висела в воздухе. Но, во всяком случае, мне лично так удобнее. Мы срезаем хребет вместе с реберными костями. Точно так же доводим до хвоста, отрезаем и хребет выбрасываем. Ну, вернее, мы его не выбрасываем, а откладываем в тарелочку, потому что из него мы можем сварить уху. Дальше все просто. Срезаем большой плавник, одним движением, в уху. Срезаем плавник хвостовой, одним движением, в уху. Вырезаем брюшной плавник, аккуратно, в уху. Смотрим, что у нас здесь осталось на первой части. Брюшной плавник можно с этой стороны, как вам удобнее, можно придерживать. Главное, аккуратно обойти в уху. Чтобы обрезать реберные кости мы кладем ребрами от себя, если это правая половина рыбы, надрезаем чуть-чуть, придерживая пальчиками. Видите, срезаем. Но только старайтесь нож подгибать и стараться, чтобы лезвие у вас шло по костям, вверх немножечко его загибать. Как только у нас реберные кости закончились, мы аккуратно подрезаем вот эту часть. Все. Это на уху. Брюшки оставляем. Когда мы подготавливаем рыбу для жарки или запекания, то мы брюшную часть отрезаем. А когда мы ее солим, это же самое вкусное, самое вкусное в жирном брюшке. Итак, у нас костей нету. У нас остались небольшие косточки только вот здесь вот посерединке, но в процессе поедания, я думаю, что вы с ними справитесь. Нарезаем вот такими вот кусочками вместе с кожей и складываем их друг на дружку, чтобы они нам не мешали. Теперь переходим к рассолу. Рыбу можно солить двумя способами. Сухим посолом и рассольным. Я предпочитаю и вам рекомендую рыбу солить рассольным, ибо она становится более влажной, сочной и равномернее просаливается. Ставим чашечку, обнуляем. Здесь у меня литр воды ровно, а вот сюда я насыпаю 90 граммов соли. Девяносто. Ровно на весах 90. Девяносто граммов соли я высыпаю в один литр воды и тщательно размешиваю ложкой до полного растворения. Пока я одной рукой мешаю воду. Другой рукой я срываю лавровые листики, которые у меня сушатся на подоконнике. Все, бросаем его просто в воду. В большой погоде это лавровый лист нам не сделает, но он даст легкую ароматику. Потому что ни для кого не секрет, что иногда, купив речную форель, мы получаем аромат тины. Поэтому этого не нужно бояться. Это значит, что ее не в реке выращивают, а в озере, что воды там проточной не было и нет. Но при всем при этом, вы уже купили эту рыбу, поэтому мы ее засолим в любом случае. Итак, соль я растворил и теперь мы просто сюда отправляем рыбу. Обратите внимание, что чем тоньше кусок, тем меньше времени засолки. Девятипроцентный раствор довольно активный, поэтому вот такую вот тоненькую маленькую форель я буду солить здесь два часа, не больше. Как только мы погрузили форель в воду, убираем тазик с водой форелью в холодильник. И как только два часа прошло, рыба готова, но теперь ее нужно вытащить из рассола. Прямо на салфеточку выбрасываете кусочки рыбы, чтобы салфетка впитала всю лишнюю воду. Пока рыба лежит, сохнет, нам нужно будет нарезать укроп. Режем как попало вместе со стеблем, потому что нам нужен только аромат. Теперь выкладываем рыбу в емкость, выкладываем один слой, добавляем немножко укропа и можем оттуда же из нашего рассола добавить лавровый лист. Второй слой выложили, по такой же схеме укроп и лаврушка. Это даст определенный такой пряный, немного свежий такой аромат для нашей форели. Теперь мы сюда добавляем немножко, немножко растительного масла и закрываем. И в таком виде отправляем форель в холодильник на 3-4 часа, лучше всего на ночь. Объясню для чего мы это делаем. В рассоле она взяла на себя соль и верхняя часть рыбы просолена. Если вы будете ее пробовать сейчас, вам покажется, что она пересоленная, но внутри она еще сыроватая. Поэтому, когда рыба лежит, отдыхает, то та соль, которая находится с краю куска, она проникает вовнутрь, распределяется равномерно и завтра вы получите шикарнейшую рыбу к завтраку. Хоть раз попробовав посолить так рыбу, вы поймете, что это универсальный способ для всех рыб и ваша рыба будет пользоваться особой популярностью у ваших гостей. Подписывайтесь на мой канал. С вами я, Василий Мельяненко. Приятного аппетита. Я приготовлю ваше настроение.